В этом видео давайте рассмотрим цены на котлы, посмотрим, чем отличается дешевый от более дорогого и есть ли смысл переплачивать. Всем привет, меня зовут Анатолий Матвеев, основатель компании LTE Group, первый центр отопительных решений и вы на канале Лаборатория Тепла. Во-первых, давайте разберемся, от чего зависит цена на котел. Во-первых, от того, насколько качественно сделан теплообменник котла. То есть, когда это маленький ящик с поперек приваренными трубами, где открывая дверцу сразу видишь вход дымохода, то есть у нас получается все пламя напрямую пролетает сразу на улицу, то есть мы греем не наши трубы и теплоноситель, а улицу, то, естественно, такой котел стоит дешевле. Второй, влияющий на цену котла фактор, это удобство эксплуатации. Чем удобнее чистить, чем больше систем удаления золы, тем, естественно, он дороже, но тем комфортнее им пользоваться. Чем проще горелка, чем меньше в ней механизмов и электроники, тем она менее эффективна, но при этом тем она дешевле. 40% стоимости котла это горелка. Чем дешевле, тем, естественно, и в процентном соотношении она меньше, и тем общая стоимость котла меньше. Но чем дешевле горелка, тем сложнее эксплуатировать котел, тем больше расход топлива и тем больше ежемесячные затраты на отопление. Следующий важный момент, это электроника. Чем она проще, чем допотопнее, чем меньше в ней возможности, естественно, тем она дешевле. Это процентов 10 стоимости котла. Производитель влияет на цену? Не просто влияет. У одного производителя дерьмище дерьмовое, а у другого, блядь, нормальный котел. Поэтому и разница другая. Не потому, что там бренд висит другой, а потому, что там тип котла другой. Теплодар. Это не котел, это кусок говна. Но он работает. Его можно купить для того, чтобы пережить одну-две зимы, газ. Хотя, с другой стороны, если вы посчитаете коэффициент полезного действия этого котла, то получится так, что вы тратите на отопление столько же, сколько бы тратили электрокотлом. Потому что смысл в пеллетном отоплении, оно экономит деньги. А если коэффициент полезного действия котла 60%, то у вас уже не рубль 80 киловатт, а 3 рубля за киловатт. На электричестве 3,5. Ну нахрена мучиться-то? Не влияет никак производитель на стоимость. Влияет конструкция. Просто у одних производителей дешманская конструкция, у других дорогая конструкция. Нет такого, что мы купили котел марки Мерседес, и он тот же самый Теплодар, только марки Мерседес стоит в два раза дороже. Нет. И Мерседес отличается от Жигулей не маркой. Он отличается от Жигулей тем, что в нем много функций. Он комфортнее, удобнее, престижнее и все такое. Поэтому не производитель влияет на цену котла, а наполнение котла. Но так как производители разные по-разному наполняют, есть производители, которые делают дешман, есть производители, которые делают качественные изделия. Качественные изделия явно дороже. А есть производители, которые делают дешман задорого. Вот такие тоже есть. Ну и последняя составляющая цены котла это от 15 до 20% наценка, которая передается дилеру. Но не спешите бежать купить напрямую у производителя котел. Потому что вы понятия не имеете, какую ответственность производитель, то есть завод, накладывает на дилера. Во-первых, с вами заключают договор как с юрлицом. Во-вторых, вы оплачиваете все по безналу с налогами. Третьим, вы берете на себя ответственность за ремонт котла в гарантийный период. И вам никто за это платить не будет. Вы берете на себя ответственность купить запчасти для ремонта. Вы берете на себя ответственность приехать на обучение к производителю, пройти его и сдать тесты, чтобы он понимал, что вы не какой-то безрукий долг, который будет ему постоянно названивать и спрашивать «А как мне быть и куда трубы подсоединить? А что это за дача?» А вы будете понимать, что с этим котлом делать. В результате вы вроде бы сэкономили, допустим, котел стоит 250 тысяч рублей, и вы сэкономили 50. А с другой стороны, вы потратили все эти деньги только для того, чтобы хоть получить эту скидку. Поэтому дилер получает скидку, но при этом он большую часть ее отдает «А» на маркетинг, на привлечение новых клиентов, «Б» на то, чтобы обеспечивать бесперебойную работу. Я не говорю, что каждый пилетный котел ломается, но есть определенная статистика от 5 до 15% поломок. Даже один выезд за город клиенту обойдется в 15-20 тысяч рублей. Пару раз съездить, бензин, и все, и как бы прибыль с котла ушла на ноль. Поэтому покупайте у проверенного дилера. Важный момент. Почему цена в интернет-магазине на пилетный котел может на 15, там на 10 или 5, или даже на 15% меньше, чем у дилера, но чуть дороже, чем у завода? Потому что, когда интернет-магазин продает вам котел, он снимает с себя всю ответственность за то, что дальше будет с этим котлом. Его задача продать 100 разных котлов в день. Пускай там с маржинальностью 10 тысяч рублей. Это 10 котлов по 10 тысяч, 100 тысяч. Все, он свои деньги заработал. Теперь, ответственности никакой нету, доставка за ваш счет, монтаж, вы ищете какого-то Васю из Авито, который это сделает. А что дальше происходит? Отметки в паспорте о том, что вам сертифицированный специалист в основном котел? Нет. Завод моментально снимает котел с гарантии. Вы в результате, сэкономив 15-20 тысяч рублей на стоимости котла, купили себе железный ящик за 300, который в любой момент сломается, ремонт стоит от 50 до 100 тысяч рублей, и гарантий ноль. Это того не стоит. Вернемся к ценам на котлы и какие они бывают. Есть котел Теплодар. Он стоит 150-140 тысяч рублей. Сейчас, может, даже уже подороже, уже к 180 подходит. Что он из себя представляет? Просто железный ящик с поперек приваренными трубами. Можно ли такой покупать котел? Да, конечно, можно. Он будет в автоматическом режиме делать вам тепло. Единственное, что себестоимость этого тепла будет не как у нас рассчитывается, рубль 80 за киловатт, а рубля 2,5-3. Отопление электричеством стоит 3,5 рубля за киловатт. Вопрос, нахрена так мучиться с этими пилетами, закупать, засыпать, чистить, когда вы экономите всего лишь 50 копеек? Вы-то думаете, что вы покупаете дешевое тепло, а покупив дешевый котел, вы покупаете дорогое тепло с геморроем. Цена за нормальный котел мощностью 20-35 киловатт, это где-то 250 тысяч рублей. Средняя по рынку. Это котлы с ретортными факельными горелками, с нормальными теплообменниками, но которым нужен еще дымоход, нужна обвязка, и нужен монтаж, и нужна пусконаладка. У них, в принципе, современная продвинутая электроника, у большинства из них есть возможность управления GSM-кой, то есть вы можете с телефона управлять и настраивать котел. Удобно, с определенными нюансами, нормально. Но приготовьтесь к тому, что помимо 250 тысяч рублей, вы отдадите еще 1060-70 за дымоход, потому что его нужно сделать по фасаду выше конька кровли. Это от 6 до 8 метров, а где-то и до 10 метров дымохода. Нужно сделать обвязку, это гидрострелка, группа безопасности, насос малого контура, желательно обратный клапан и трехходовой клапан. И в результате вы отдадите за эти материалы еще где-то 70-80 тысяч рублей, плюс выполнить монтажные работы. Это от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости к Васе вы обратились или в надежную компанию и сделать пусконаладку. Вася вряд ли делает пусконаладку у сертифицированного специалиста. Пусконаладка, то есть настройка горелки, настройка контроллера включена в работу. Есть котлы, которые стоят дороже. Есть котлы, которые стоят 400-450 тысяч рублей, 500. Есть даже котел, который стоит 2 миллиона. Котелок Афен. Его очень редко покупают, но вот есть такие люди, которые хотели бы пилеты, но хотели бы майбах среди пилет. Правда, таких очень мало. Чем отличается котел за 450 или 500 тысяч рублей? У него много механических очисток, у него большие бункера. Вы можете оставить этот котел на месяц и вообще к нему не подходить. То есть это максимально автоматизированный, механизированный котел, который максимально приближен по комфорту к газовому отоплению. Вам привозят топливо в ваш внешний бункер, и вы вообще к нему не подходите. Подходите раз в месяц, чтобы посмотреть просто как дела и все. Он работает, работает и работает. Есть ли смысл переплачивать за дорогие котлы? Ну вы же покупаете себе автомобиль с коробкой автомат, с маленьким расходом топлива, чтобы комфорте и экономично ездить на работу. Вы же не ездите на раздолбанных жигулях, из-за того, что они стоят 50 тысяч рублей, а не 2,5 миллиона, как Kia Rio. Нет, вы покупаете нормальный автомобиль, чтобы жить в комфорте, потому что вы длительное время проводите в автомобиле, ездя на работу и обратно. То же самое и дом. Вы живете там. И чем больше вы вложите в комфорт, тем комфортнее вам будет жить. Вы забываете о том, когда выбираете пилетный котел или любое другое устройство, которое используется для бытовых нужд, что вам потом всю оставшуюся жизнь им пользоваться. И в зависимости от того, насколько правильно, экономичное, комфортное устройство вы купили, настолько комфортнее, экономичнее и спокойнее вам дальше будет жить. Пилетное отопление это не панацея. Есть и другие источники тепла, которые могут вам подойти. Но оно имеет ряд преимуществ по сравнению и с газом, и с газгольдером, и с дизелем, и уж тем более с электричеством. Если вы решаете задачу по подключению отопления к вашему объекту, проконсультируйтесь с нашим специалистом, чтобы понять, какой вариант отопления вам больше всего подходит. Переходите по ссылке в описании к видео, оставляйте заявку, и мы предложим вам подходящий вариант. Сегодня мы разобрались в том, сколько стоят пилетные котлы, а если вы хотите узнать про топ-5 самых лучших пилетных котлов, тогда переходите на это видео и смотрите его. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть новые полезные и интересные видео, которые помогут вам сделать качественное и надежное отопление и сэкономить на его эксплуатации. С вами был Анатолий Матвеев, до новых встреч!